Музыка Лыжи вообще, мне кажется, очень полезный вид спорта. Он менее травмоопасный, наверное. Ну, во-первых, это эмоциональная разгрузка, я считаю. Лыжные гонки начинают развиваться в Муравленко. Многие родители, даже которые приводят детей в нашу секцию, со временем сами приобретают лыжи и начинают уже тренироваться самостоятельно. То есть люди становятся заинтересованными в лыжном спорте. Поскольку мы живем в районах Храйнего Севера, мы очень сильно ощущаем нехватку солнечных дней, суровый климат. Это все можно компенсировать катанием на лыжах. Поэтому приглашаю всех жителей города присоединиться к данному виду спорта. Это очень позитивный вид спорта. Даешь ЗОЖ? Даешь ЗОЖ. Лыжный спорт помогает легко поддерживать себя в отличной форме. При этом не обязательно заниматься профессионально и даже прибегать к помощи тренеров и инструкторов. Освоить технику хождения или бега на лыжах можно самостоятельно, причем в любом возрасте. Не верите? Тогда скорее. Даешь ЗОЖ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед стартом обязательная разминка, иначе можно травмировать мышцы. Минут пять Василий делает динамическую растяжку плюс пару упражнений, и тело готово к серьезным нагрузкам. Сегодня он планирует пробежать не меньше 25 километров. Регина тоже с детства увлекается спортом. Лет 10 назад ее буквально покорили лыжные гонки. А началось все банально с просьбы коллег поучаствовать в эстафете. Мне выдали лыжный инвентарь. С тех пор я и катаюсь. Я очень втянулась. Хотя раньше не представляла себя вообще на лыжах. Потому что мне казалось, что это так скучно и очень изнуряющий такой спорт. А потом прям втянулась, и до сих пор я катаюсь каждый сезон. Регина вместе с мужем и детьми переехала в Муравленко всего год назад. Раньше жили в соседнем регионе. Освоившись на новом месте, спортсменка сразу же встала на лыжи. Старается выходить на лыжню 2-3 раза в неделю, а при хорошей погоде и того чаще. Регина признается, каждый раз вставать на лыжи ее вдохновляют именитые российские спортсмены-лыжники. Она настоящий фанат наших олимпийцев. Сколько себя помню, даже в детстве мы с семьей, с мамой болели за Елену Валерьевну Вяльбе, когда она каталась, когда она стала олимпийской чемпионкой. Ну и сейчас, конечно, просто эмоции зашкаливают. Сегодня будет гонка, она уже сейчас идет. Будет лыжный марафон 50 километров. Болею очень за Большунова, за Спецова. Наверное, больше за Спецова, потому что он заслужил эту золотую олимпийскую медаль. Все кубки мира я по биатлону и по лыжам не пропускаю. Каждую гонку знаю, расписание, трансляции, все смотрю. Чем же так увлекателен лыжный спорт? Да тем, что он почти не имеет минусов. В один голос говорят спортсмены-любители. Отсутствует ударная нагрузка, активно сжигаются калории, вырабатывается здоровая привычка, плюс человек получает отличную тренировку баланса. И этот список можно продолжать и продолжать. Укрепление иммунитета. Это потому что тренировки все проходят на свежем воздухе. Укрепление дыхательной системы, у кого есть проблемы. Тем более у нас сейчас ковидное время. Ну и, конечно, полезным бонусом это похудение. То есть лыжи считаются очень энергозатратным видом спорта. Поэтому часик на лыжах и вы ощутите результат. Лыжный спорт, либо лыжные пробежки для людей, которые менее подготовлены к этому виду спорта, очень положительно оказывают воздействие на физическое и психологическое развитие человека. Это, прежде всего, укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшается кровообращение у человека, укрепляются мышцы всего тела, как верхней, так и нижней частей. Это руки, ноги, соответственно, и, конечно же, спина. Также выравнивается осанка у человека, если есть какие-то нарушения. Также укрепляются суставы, поскольку при катании на лыжах очень низкое воздействие происходит на суставы. Это является большим плюсом для людей пожилого возраста, для укрепления их здоровья. Также укрепляется зрение, тренируется сетчатка глаза, усиливается метаболизм, очень активно сжигаются калории. К этому прибавьте еще и массу положительных эмоций, которые получает человек во время тренировок. Многие, только встав на лыжи, смотрят совсем другими глазами на природу Ямала. Когда катаешься один на лыжах, ну, как тренировка у тебя, ты, конечно, больше сосредоточен на своих тренировках. Ну, иногда, конечно, отвлекаешься на следы животных в лесу, либо на деревья, где-то очень красивые. Есть позитивные моменты, как бы, здесь не только тренировки, но и плюс природа, свежий воздух. А еще спортсмены-любители могут испытать себя в различных соревнованиях. К примеру, сегодня Василий и Регина с удовольствием участвуют в дистанционном благотворительном лыжном забеге, который проводит компания «Газпромнефть». Дистанции там будут 5, 10, 25 километров. Все километры, которые пробегут участники забега, будут конвертированы в литры бензина, ну, топлива, которое пойдет для оказания помощи малоимущим гражданам. Начать заниматься просто. Нужно купить или взять лыжи на прокат и скорее на лыжню. Погода так и шепчет – вставай на лыжи. Начать, конечно же, с минимальных нагрузок. Никто сразу не поедет на круг 5 километров. Один-два круга, там, элементарно по одному километру в таком спокойном темпе, просто шагом. Потому что просто стоять на лыжах – это уже тяжело. То есть нужно понять именно работу рук и ног, если человек ни разу не стоял. Начать потихоньку двигаться, согласовывать движения. И со временем, вот многие, кто у нас занимаются, ну, приходят взрослые, со временем уже наращивают темп, набирают обороты, ну, и выступают в соревнованиях. Как? Вы еще дома? Скорее, даешь ЗОЖ! Здоровый образ жизни – это не только спорт и отказ от вредных привычек, но и правильное питание. Заменяйте вредные на полезные вместе с нами в рубрике «Мы есть то, что мы едим». Сегодня наш эксперт Людмила Броварная. Она всегда следует простым принципам правильного питания и уверена – здоровая еда – это не временная диета, а целая система, которой нужно придерживаться всегда. И это совсем не сложно. Людмила – молодая мама, жена и фитнес-кондитер. Сегодня она делится рецептом приготовления ПП-пиццы на сковороде. Добрый день, дорогие зрители! Рада приветствовать вас снова в программе «Даешь ЗОЖ». Как показывает время, сейчас очень ценно здоровье и время. Поэтому мы сегодня с вами будем готовить всеми любимое блюдо, но фитнес-вариант. Мы приготовим пиццу. Пиццу мы будем готовить на сковороде. Для этого нам понадобится лаваш, сыр, ветчина – лучше взять куриную, помидоры, зелень, яйца, сметана, томатная паста и немножечко соли. Начнем с нарезания ветчины, сыра и помидор. Для начала нарежем помидоры. Помидоры лучше всего взять такого ярко-бордового цвета. Тогда они будут более сочные. Как правильно выбрать помидоры? Когда приходите в магазин, их попробуйте. Они должны быть плотные, не мягкие, но при этом прям очень-очень яркого цвета. Тогда они будут более сочные, вкусные, и прям будет ощущаться аромат вот этих вот помидор. Помидоры нарезаем дольками, так, чтобы их потом было аккуратно, удобно укладывать на сковороду. Нарезали помидор. Сейчас возьмем ветчину. Вы можете заменить ветчину на колбасу, но лучше всего использовать ветчину, так как мы сами понимаем, что там более состав натуральный, и лучше брать ветчину из птицы, так как птица усваивается в разы лучше, чем мясо. Нарезаем также произвольно ветчину. Кусочки лучше делать не очень толстыми, чтобы она хорошо пропеклась. Нарезали ветчину. Откладываем ее в сторонку. Сейчас натираем лучше на крупной терке сыр. Когда он будет плавиться, плавление вот так вот прям будет течь. Чем толще вы нарезаете или натираете на терочку сыр, тем будет он более такой растянутый, он не будет пересушиваться. Я всегда натираю вот на крупной терке. Это достаточно быстро, легко и удобно. Подготовили сыр. Сейчас мы его тоже уберем к ветчине. Лучше все это делать заранее, чтобы, когда уже готовите непосредственно саму пиццу, быстренько все наложили и потратили на это очень прям совсем мало времени. Еще нарежем зелень. Каждый прием пищи должен содержать обязательно клетчатку, сложные углеводы и белок. У нас сложные углеводы это лаваш, и клетчатка это зелень и овощи обязательно. В нашем случае это помидор. Последнее, что нам осталось сделать, это соединить томатную пасту, сметану. Это наш будет соус. И добавляем немножечко соли. Все это хорошенечко перемешиваем. Вот такой у нас получается соус. Отличная замена кетчупу и майонезу. При желании можно добавить каких-либо трав, приправ, кому как больше нравится. Что, приступим к приготовлению непосредственно нашей пиццы? Для этого нам нужно разогреть сковороду. Включаем сковороду. Добавляем буквально пару капель оливкового масла. В оливковом масле содержится очень большое количество омега-3 и омега-6. Смазываем для удобства кисточкой. Почему смазываем кисточкой? Чтобы масла было не так много, но при этом нам нужно хорошо смочить сковороду. Сейчас нам нужно с вами взбить 2 яйца. Немножечко подсолить. Вот такими движениями взбиваем. Яйца это непосредственно белок. Яиц нужно употреблять желательно 2 штуки в день. Выливаем яйца. Распределяем по сковороде. И сразу же укладываем сверху лаваш. Немножечко прижмем руками. И сейчас задача, чтобы яйцо снизу немножечко схватилось. Когда яйцо схватится, мы перевернем, и это будет уже первый слой на нашей пицце. Наше яйцо уже немного подхватилось. Теперь мы можем его перевернуть. Для этого немножечко лаваш придерживаем рукой. Вот первый слой на лаваше нашей пиццы готов. Сейчас задача смазать соусом. Аккуратненько смазываем. Если вы никому не скажете, что это не кетчуп, никто не догадается. Смазали слой соусом. Теперь укладываем наше ветчину. Также в произвольном порядке. Сейчас мы делаем с вами одну пиццу. Но ингредиентов мы подготовили на две. Сверху на ветчину укладываем помидор. Если хотите, чтобы еще более красиво смотрелось, можете взять помидорки черри. Они очень эффектно смотрятся. Уложили помидор. Осталось притрусить сыром. Сыра не жалейте. Будет очень вкусно. Побольше. Присыпали сыром. Сейчас мы закрываем крышкой. Убавляем огонь на приблизительно 4-5. То есть на средний огонь. И даем пицце схватиться, потомиться. И смотрим по готовности сыра. Когда сыр достаточно уже расплавится, тогда нужно будет всего лишь украсить зеленью. Ждем. Наш сыр расплавился. Пицца вот такая стала воздушная. Сейчас последний штрих. Добавляем зелень. Зелень нужно добавлять обязательно. Она дает аромата. И не забываем, что это источник клетчатки. Посыпали зеленью. Накроем еще буквально на минуточку крышечкой, чтобы зелень как бы немножечко прилипла к сыру. Тогда будет еще вкуснее. Ждем. Наша пицца готова. Выключаем плиту. Открываем крышку. Наслаждаемся ароматом. И перекладываем ее на тарелочку. Вот такая воздушная, нежная, легкая в приготовлении пиццы у нас получилась. Можно приготовить ее на завтрак. Можно приготовить, когда вот-вот на пороге гости. Я думаю, они обязательно оценят. Учитесь, пробуйте. И главное, следите за своим здоровьем. Приятного аппетита! Чтобы приготовить пиццу на сковороде, вам потребуется 1 лаваш тортилья, 2 яйца, 100 граммов ветчины, 60 граммов сыра, 1-2 столовой ложки томатной пасты, 1-2 столовой ложки сметаны, 1 помидор, соль по вкусу, зелень. Готовьте только с хорошим настроением, ешьте с аппетитом и делитесь с нами своими рецептами полезных блюд, став героем нашей программы.